Мы готовы начать наше интервью. И у нас сейчас гостя Павел Коцур только что закончился в ничью матч с Россией. Павел, расскажи, пожалуйста, как это все произошло, насколько это возможно? Честно сказать, результат, конечно, неожиданный. Мы в России очень крупно всегда проигрываем. В последнее время, то есть два года назад. У нас та же самая команда играет уже три Олимпиады. В этот раз при подготовке я видел, что какую-то борьбу мы навяжем. Но чтобы такую, я не ожидал. А как это было видно при подготовке? Ну, девочки просто были очень спокойны. В прошлый раз мы в Астане на Олимпиаде проиграли, когда Россия стал ампийских членов в Стамбуле 0,4. И в Астане проиграли крупно. При подготовке было видно, что они не знают, куда идти, что делать и боялись. Сейчас страха не было. Все какие-то предлагали свои дебюты. Уже какие-то были варианты играть, белыми играть, не играть. Ну, как-то уже девочки подросли, поэтому стало проще с ними работать. Ясно. И как сегодня матч шел, такое ощущение, что должны были как раз обыграть с крупным счетом? Нет, с крупным навряд ли. Потому что на первой доске у нас было действительно выиграно у Женцеи. Но на второй доске, наверное, проигрывали. То есть произошел одновременный обмен, Женцея Валентина зевнула, да, проиграла. Но в этот момент Александр Костенюк зевнула Динария Садвакасова и получилось 1-1 на этих двух досках объективно. Но на третьей доске у нас лишнее качество, две лишние пешки. Такая позиция, что уже, не знаю, кто бы поставил на ничью, если бы кто-то ставил. То есть кто-то, если поставил на ничью в этот момент, наверное, там коэффициент был огромный. Конечно, он много денег выиграл. Ну, с другой стороны, мы еще набираемся опыта. У нас там в Казахстане есть еще несколько молодых девочек. Это огромный опыт, и что надо сохранять спокойствие до конца партии. То есть когда уже матч выигран, вроде бы, но надо это... Еще довести до конца. Да, довести, это признак уже класса и, так сказать, победителя. То есть технология победителя у нас уже имеется. Мы выиграли, как сказал Сергей Рублевский сегодня, мы могли бы выиграть просто все взятские команды. Ну, если считать, что в России тоже большая часть в Азии находится. Но, видимо, мы пока специализируемся на взятских командах. Ну, я доволен. Хотя, конечно, последний штрих был не очень приятный. Но, с другой стороны, если перед матчем, мне кто-то сказал 2-2, конечно. Я тут счастлив был просто, да. А тот факт, что вы поставили Жан Саю, Абдумалик, на первую доску, то есть это было ваше решение, я так понимаю, как тренера, и насколько вы им довольны, насколько она справляется? Ну, если честно, я очень доволен. Потому что она, при всем, что у нее не идет игра, ну, представьте, если бы она набирала очки, там, как она умеет, тогда мы просто выиграли очень много матчей в играх. Потому что у нас получилась перестановка, Грускан села на третью, и она набирает много очков, и девочки как-то спокойнее играет. Ну, немножко не пошло у нее, но с тем спокойствием, как мы анализируем поражение, тогда я думаю, что она будет, это ей пойдет на пользу. Это первый турнир в элите женских шахматов. То есть тут играет первая доска, но это элита женских шахматов. Ну, такая проверка на прочность. Мне кажется, после этого турнира она еще и не покажет. То есть вы думаете, что психологически, наоборот, она выиграет от этого? Я знаю, что она очень довольна, потому что она сегодня стала выигранной, вчера должна была где-то выиграть, да, даже конечной позиции выиграли на позиции. Это когда она получила 4 подряд, она сказала, я все равно нахожу, в любом случае, вот постепенно начала подбираться. То есть у нее такой, я смотрю, боевой, оптимистичный характер такой? Ну, она победитель по натуре. И, честно говоря, в детских шахматах, которые она недавно вроде бы как закончила играть, она выиграла все турниры с большим отрывом. Чемпионка мира много раз была. Да, чемпионка мира много раз. Последний раз она второе место в 20-ти заняла, была 13-летняя девочка. И поэтому тут у нас, у меня не будет сомнений, что она будет играть хорошо. И этот турнир как раз станет, ну, то, чего ей как раз не хватало. Ее же все улитный турнир пока не пускают, но таким образом мы обеспечили ей литный турнир. Отлично. А еще такой вопрос по поводу последних двух туров. Какая у вас мотивация на последние два тура? И какая, в принципе, была до самого турнира? Ну, до самого турнира. Мы в прошлый раз заняли седьмое место, на Олимпиаде шестое. Где-то в этом районе, если мы собирались удержать, потому что все-таки Олимпиада немножко другой турнир, там меньше плотных команд. Здесь мы восьмые по рейтингу. То есть, если превзойдем этот рейтинг, уже считалось, ну, по мне так это было нормально. Если бы мы сегодня матч выиграли, конечно, совершенно другие были бы расклады. Сейчас, я думаю, пятое, шестое место. Но мы хотим два матча, конечно, бороться. У нас Египет и Польша. То есть, Польша, я думаю, примерно равная команда. С Египтом немножко мы, как бы, опережаем и порейтим по уверенности. Если мы два матча будут успешны, ну, где-то пятое, шестое место, я думаю, мы займем. Для нас это будет шаг вперед. Ну, как бы, как вот, как все люди восточные, сейчас на Востоке в Китае, и в Казахстане тоже в Восток, мы любим постепенно, то есть, тихонечко, как бы. Двигаться к себе. Да, камень-камешек за камешком складывать, и думаю, что все будет хорошо у нас. Как можно вести тот факт, что Казахстан очень успешно играет против Китая? Они надевали много шум в 2012 году, когда, по сути, помогли России даже стать чемпионками. И в этот раз тоже сыграли в ничью. То есть, как-то, может быть, девочкам легче играть против китаянок? Есть же опыт участия в азиатских чемпионатах, может быть, поэтому? Я думаю, что тут вопрос даже не в азиатских чемпионатах женских, а в том, что они играют между собой в детских турнирах. И наши девочки просто их не боятся. У нас нет вообще даже, вот у нас, как бы, у девочек с ДВЕСТИ, которые, ну, это немножко заниженный рейтинг, потому что мало, немного играют, ну, и, честно сказать, там уже свои жизненные проблемы. Занимаются достаточно, ну, так получается, что рейтинг маленький. Они не боятся никого из китаянок. Это какая-то психология. Видимо, еще с тех ребенок. У нас же вся команда почти чемпион, мы были чемпионами азии или призерами азии. Фамилии все известны, мы с ними играем там на протяжении 10-12 лет. Я понимаю, что европейской командой с ними трудно. Ну, и менталитет немножко похож. То есть, все-таки психология, да? Да, нет, и даже менталитет, как-то они видят, как с ними играть. Ну, и мужская команда тоже, вот, последний чемпионат азии. Мы китайцев обыграли быстро, и там, как-то все время боремся. Хотя, понятно, по рейтингу, там, 150-200 пунктов разница, не в нашу пользу. Но в личной встрече очень неясная игра всегда. И, ну, даже у меня счет очень большой против китайцев, ну, в смысле, положительный. Ну, там есть тонкость. Я не буду все рассказывать, потому что потом другие станут с ними хорошо. Говорят, нам это зачем? Понятно, есть свои секреты. Да, конечно, секреты. И они... Это не на один час разговорят. Сборы можно провести по поводу, как играть китайцев. Или взять даже книгу. Нет, книгу, наверное, все-таки... Ну, не мне, пока, наверное. Расскажите немного еще о тренерских буднях. Насколько, в принципе, тяжело дается, дается и подготовка девочек. Удается ли вообще поспать тренером? Потому что я вижу, что к концу турнира все немного, конечно, выглядят уставшими. Наши девочки на радость не выглядят уставшими. Я говорю тренеров. Я понимаю, я по девочек хотел комплимент сказать. Даже сегодня я как-то предрыгал, с каждым туром у нас шансов увеличивается. Потому что у нас самая молодая команда здесь. И самая такая, ну, не скажу, что веселая, но такая бодрая. Энергичная, энергичная, да? Да, они все-таки оптимистки у нас. И они как бы у нас тура, целый тур набирают. Мало мячу, но работа такая. К сожалению, я тут практически один, но получается у меня такая карусель. То есть 4-4 подготовки, утром потом тур. Здесь уже как бы валерьянку немножко попить, чтобы на всякий случай ничего не случилось. Ну вот вечером такой отдых. Но я на самом деле сильно с вечера, потому что девочки профессионалы. Они выглядят, что у них и коэффициент маленький, но девчата у нас профессионалы. Подходы и профессионалы. Нет, у них очень хорошая дебютная подготовка. Потому что они много работают. Не только со мной там или с казахстанскими тренерами. У них у каждой... Личный тренер. Да, то есть они... Не сказать, что личный тренер, но они много. Вот на протяжении, когда готовили чемпионат мира детским, у них через ноги руки, так можно сказать, прошли. И достаточно элитный гроссмейстер. Поэтому у них большой набор. Мне сейчас стало намного легче работать, чем в Стамбуле. В Стамбуле мы... Я сам все там... Каждой партии готовиться приходилось. Здесь уже приходишь, они как... Я то могу, я этому уже проще. Но как-то уже выбор. Я теперь понимаю, что чем сильнее команда, тем тренеру легче готовиться. То есть с ними... Вот у меня команда растет. Поэтому сил остается больше. Интересное замечание. Потому что вроде бы как Украина сильнейшая здесь, а тренер, по-моему, с каждым днем... С видом меньше и меньше. Тут же, видите, вопрос в том, что Украина, мне кажется, тут немного и граня ее после такого крупного успеха. Все очень тяжело. Лично на чемпионат мира это, конечно, очень тяжело. Когда лидеры команды еще немножко без энергетики. Потому что третья, четвертая доска у них достаточно круто. Да и пятая тоже хорошо смотрится. Первая немножко... Поэтому я понимаю Михаила. Он ехал сюда, конечно, опять же, за золотой медалью, как обычно. Но тут не всегда получается. Не все так просто. Да, не все так просто. Тем более две чемпионки мира вроде как все хорошо. Но тут женские шахматы... Ну, сегодня вы видели концовку. Да. Я думаю, это возможно не только на этом уровне. На самом высоком у женщин. Это точно. Да. О чем-нибудь замечталась девушка и все. И как бы отдала, плодил. Спасибо огромное, что пришли на пресс-центр. Спасибо за это интервью. И удачи вашей команде. Спасибо. Спасибо.